На этом же аэродроме у меня однажды отвалилась ручка управления. Видите цангу? Вот если ее взять и раскрутить... После взлета ручка управления в руках осталась. Поняв, что происходит, засунул палец в трубку, сбросил газ, приземлил этот самолет и пошел бить морду конструктору. Вот эти болтики-винтики, как правило, не раскручиваются. Это великое множество. Итак, вот гора Поттерн, от которой у нас отказало управление. Вот такой вот маленький болтик может стоить человеческой жизни. То есть он выкрутился, провалился каким-то образом и лежит там. Выкатываюсь вот уже по полю к стоянке, скорость падает. И в этот момент за вот этот бряк, так только бряк, 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 бабах, перебряк. Открывая фонарь, смотрю, у меня стабилизатор вот так висит на бок. Меня девушка бросила. Говорит, и что? Я решил вот самоубийца. Говорит, меня за что? Я с тобой зачем? Эх, сбежали от нас альпинисты. Кстати, многие из вас спрашивают, Игорь, а что-то не многовато ли у тебя всевозможных приключений и случаев? Ну, друзья, не многовато. Вот недавно на основании этого случая я беседовал с своими коллегами, фонаристами. И многие рассказывали мне, у кого-то заклинило за крылок кусочек резинки от топливного шланга. Куда-то туда улетел и застрял в управлении закрылка, наглухо его заклинив. Случаи всевозможные совершенно уникальные бывают. Просто про них мало кто рассказывает. Работает теория больших чисел. То есть я летаю около тысячи часов в год. Большинство моих коллег летает как раз те самые пресловутые 70, 80, 100 часов в год. То есть я, можно сказать, летаю в 10 раз больше них. И поэтому коллекционирую всевозможных ситуаций. Потому что тоже где-то в 10 раз больше. Например, у меня был, скажем так, пассажир-самоубийца, который решил самоубиться и взял ручку на себя на горке. И чуть не угробил меня и планер. А он написал уже предсмертную записку. Его там бросила девушка. И он решил таким образом красиво уйти из жизни. Почему-то вместе со мной. Вот. Как я справился с этой ситуацией, я вам расскажу. Так как у него был сертификат как раз с пилотажем, элементами пилотажа, Я ему там и там змейку, и там почти петлю косую. И так далее. В общем, покатал его как вообще огонь. Ну, у нас уже кончается высота метров на 400 остается. После тысячи, на которую у нас затянули. И он мне, а говорит, можно я хоть капельку порулю? Я говорю, ну, как бы вроде как, ну, казался. Не то, что он мне, он адекватным сразу не казался. Он на взлете там первым делом руку в окно высунул там помахать. Я говорю, куда ты, мы тут еле взлетаем. Потом он зачем-то начал спрашивать, а убийцы на этой штуке можно? Я говорю, конечно, штопор, пару витков, и мы к планете. Вот. И, ну, такой вот. Но, как бы, когда ты чувствуешь просьбу порулить, ну, вроде как, человек хочет приобщиться к небу. Я говорю, ладно, аккуратно, тремя пальчиками, как, извините, письку в туалете, ручку берешь или щепотку соли? А я вам сейчас покажу, как правильно ручку держать. Вот. Так, видите, нежно тремя пальчиками, чтобы Илья у меня мог всегда ручку вырвать, потому что он пилотирует. Ну, и, в принципе, видите, у меня ручка на сгибе, ну, на ведре, и вот так кисточку кистью очень точно можно управлять. Потому что если ее в висячем положении, вот так, управляешь от локтя неудобно, и рука устает, и, ну, как бы, вот это неприлично так держать ручку. Что сделал себе убийца? Сначала давал ручку от себя, что у меня вот так, оп, видите, пыль полетела вверх. Гляньте, опал. Ой. И я теряю скорость, теряю скорость, теряю скорость, теряю скорость, уже скоро штопор. А отдать я ручку не могу. Сейчас-то я ее отдал. Илья, лети дальше. Мы стремительно теряем скорость, скорость штопор. Ну, вот, ну, все. До земли там осталось метров 300. Я думаю, ну, кирдык. И понимаю, что нужно сделать какой-то шок для человека. То есть, как-то его, не знаю, погладить. Я нашел бутылку из-под воды. И вот так, вот, со всей силы. Смотрите, у Левита защита стоит. До него хрен. Ой, прости, пожалуйста. До него хрен вот так дотянешься. А вот этой вот защитной штуки не было. И поэтому я вот со всей дурью вот так бутылкой. Пам! Так, что бутылка взорвалась. Реально, от гидроудара у бутылки сорвало вот эту пробку. Я не знаю до какой степени, потому что я держал ее за вот этот хвостик. Как-то я не знаю, как я уже взял. В общем, сорвало пробку. Это еще облило водой. То есть, двойной удар. Мокро. Хрязь. И он бросил ручку. Я ручку от себя. И мы вот так вот, так же вот. Дай-ка ручку. Вот так же еще раз взлетели к этому квадарю. Но уже не сильно. Ладер успел разогнаться. И я, так сказать, успел нормально зайти на посадку и приземлиться. Или я твоя ручка. Вы не представляете, друзья, как я орал. То есть, я человек добрый. Можно сказать, даже нежный. Матерюсь редко, но метко. Я орал, как сапожник. Я даже не помню, что. Мне кажется, если это записать было, то я бы занял какое-нибудь первое место на корпусе мата. Но я понимал, что этого человека нужно просто вот этим голосом, ревом вырубить, чтобы он больше просто ничего сделать не мог. И он затих. Я вот в этом оре, не докладываясь по радио, потому что куда там что докладываться. С прямой, с какой-то кривой на посадку. Хрязь приземлился, вылез из планера. Думаю, сейчас я поглажу его. А он сидит, плачет. Я говорю, ты чего? Ну, плачет вот такими крокодилями, слезами, вот такими прям вот сидит. Говорит, ты чего молодец делаешь? Он говорит, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-и-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Меня девушка бросила. Говорит, и что? Я решил самоубиться. Он говорит, меня за что? Я с тобой зачем? Ну, меня пожалей. Ну, вы под руку попались. боги не знаю друзья но как бить видео не имело смысла потому что как бы он уже был и так наказан но конечно с тех пор я как очень пристально подкажу к вопросам о выборе наверное пилота на борту даже к ученикам ну кученикам я сейчас подкажу вообще пристально потому что друзьями с которыми проводишь не по сути ученики это друзья потому что мы становимся друзьями черты и писки и дальше я человека или беру или если вижу что мы не совпадаем по взглядам на жизнь по так сказать отношению к миру может быть то я просто отказываю потому что у меня и так очередь на год вперед и и желающих со мной полетать мне проще проводить 8 часов хорошей компании и радоваться жизни вот илья хорошая компания по сути он мне спас жизнь потому что дальше следует наше продолжение история про болтик вот такой вот маленький болтик может стоить человеческой жизни эх сбежали от нас альпинисты совсем увидим а им надоели где-то они спускаются уже под горой мы прощаемся с монте виза и летим в сторону нашего аэродрома до аэродрома 111 километров лететь нам можно без наборов то есть мы сейчас отсюда с высоты 3 800 спокойно долетаем до аэродрома если не откажет управление так вот гора поттер над которой у нас отказал управление о вот идеально видишь вот его заклинивает болтик видишь так что прыгать бы нам не пришлось долбанули по ручке кипец авиации не имеет не бывает мелочей то есть он выкрутился провалился каким-то образом лежит там то есть почему-то нужна инспекция как ежегодно когда вы разбираете весь свой салон закрылок принципе позволяет работать почти как ручкой даже на упреждением я на минус 10 шел скорость 170 вот он аэродром и я в этот момент вижу с правой стороны планер заходящий я докладываю менеджи emergency лендинг 150 опасно тем что если я ошибусь сильно то я весь аэродром прилечу плюс присирать планер до 150 сложновато но я боюсь держать ручку потому что вдруг что за так сказать стрянет я при подвожу планер планете как сейчас и плавненько начинают добирать ручку потому что уже ничего плохого и тормоза на полную скорость гаснет я добираю ручку и касаюсь своей привычной точке и вот в этот момент болтик соскакивает и полностью блокирует ручку управления